Всем привет, с вами Агния Игнатьев. Поговорим о нескольких систем для написания сценария. Но заранее предупреждаю, что эти способы легко вам позволят создать каркас для сценария, а дальше это уже шлифуется сторитейлингом и визуальным повествованием. Ну и конечно не забудьте перед началом создания сценария создать ясный и понятный образ персонажа. Он должен быть яркий и предсказуемый, так чтобы было проще реализовывать ожидания и драматические перипетии. На это влияет образ и сейтинг героя. Вы не можете сделать просто девочку Дашу или мальчика Антона. Этот герой должен иметь слабости и страсти. Именно это поможет нам понять, что движет героем и куда это может его завести. Способ первый. Классический мономиф. Этот способ так или иначе используется и в других системах, но я начну с него как проявление понятного элементарного примера. Этот способ называется путешествие героя. У него есть начало и конец, но в ходе прохождения этого пути наш герой становится лучше и приобретает необходимые ему черты. Самый популярный путь по Джозефу Кэмпбеллу состоит из 17 этапов или 3 актов. Но использовать все эти этапы мы не будем. Возьмем всего лишь 12. Именно столько нам рекомендует использовать Кристофер Воглер. Именно он адаптировал эту систему для написания сценариев. Давайте рассмотрим эту систему. Вот это путешествие героя. Путешествие героя делится на две части. Это обычный мир и особый мир. В особом мире как раз и происходит приключение. Обычный мир, ну это обычный мир, откуда персонаж начинает свой путь и куда он возвращается. Давайте с вами разберем это на каком-нибудь популярном примере. А именно на Гарри Поттере. Начинается все с первичного мира или зоны комфорта. Мы показываем нашего героя, который обычно просто живет. Но зона комфорта на самом деле это условно названо, потому что эта зона может быть как комфортна нашему герою, так и некомфортна. Например, конкретно в Гарри Поттере зона, в которой он пребывает, ему некомфортна. Его недооценивают и его недолюбливают. И это и есть какая-то определенная мотивация для того, чтобы уйти из этой зоны комфорта. Второе действие. Вызов. Наш герой может получить вызов. И это может быть абсолютно любой вызов. Конкретно в Гарри Поттере это приглашение учиться в Хогвартсе. Но также мы можем взять какой-нибудь пример, допустим, со студентом, который хочет начать учиться. И он хочет получить какую-то определенную специальность. И это и есть для него вызов, чтобы изменить его жизнь. Дальше отказ от вызова. Конкретно в Гарри Поттере его родственники просто забирают письма и сжигают. Не дают Гарри Поттеру уехать учиться в Хогвартс. Ну а если мы, например, берем тот же самый пример со студентом, то у студента, допустим, на пути к его желанию, а именно учиться, может попасть препятствие, например, денег у него нет, чтобы учиться. Это тоже будет отказом от вызова. Четвертое. Авторитетная помощь или знак? На самом деле авторитетная помощь может быть абсолютно любая. Может быть это как мистические силы, так как конкретно какой-то наставник. Также может быть и знак. В Гарри Поттере мы видим, что за ним приехали и его забирают. Ну а если мы разбираем пример с нашим студентом, то у него может быть знак, это в виде объявления на банке о том, что он может взять в кредит и поехать учиться. Следующий этап это старт пути. А именно это символичный такой старт, когда наш главный герой переступает порог из обычного мира в другой мир, в особый мир. Вот тут в Гарри Поттере показывается, как он преодолевает платформу 9,75 для того, чтобы попасть в мир магов. Шестое. Испытание. Цель этого испытания нам показать, каким может быть наш главный герой. Именно показать, кто его друзья. Также и обозначить его врагов. Ну и конечно нам нужно проделать какую-то операцию с нашим героем, чтобы понять его слабости какие-то определенные. Вот тут конкретно в примере с Гарри Поттером мы пытаемся понять, он попадет в Слизерин или Гриффиндор. И это создает какую-то определенную интригу. И так мы лучше и глубже знакомимся с нашим персонажем. Седьмое. Нагнетание. В Нагнетане мы показываем какие-то вещи, которые нам будут предвещать какую-то глобальную или большую битву. Именно в Гарри Поттере появляются те или иные загадки, которые они хотят решить. Также в Нагнетане можно использовать момент обучения, как во многих фильмах используют тренировки и так далее. Наши герои к чему-то готовятся. Они готовятся к чему-то очень большому и к чему-то очень важному. Нагнетание это один из самых важнейших приемов. Именно подготовка создает в нас тотальное и большое ощущение. Порой даже само действие не так важно, как нагнетание к нему. Восьмое. Главное сражение. Главное сражение желательно должно быть очень масштабным. Настолько масштабным, что должны задействовать почти все ресурсы. Вся подготовка должна быть задействована. В идеале главные герои должны умирать. Они должны умирать, чтобы в дальнейшем потом воскреснуть. Вот мы видим то, что Гарри Поттер преодолел одни препятствия. Спускается, видите, еще препятствия. И опять происходит смерть. То есть опять Гарри Поттер символично умирает. Это нам нужно показать, насколько масштабно все происходящее. И еще раз напоминаю, смерть здесь необходима для того, чтобы в дальнейшем воскреснуть. А именно для перерождения. Девятое. Награда. В ходе схватки наш главный герой получает награду. Конкретно в случае с Гарри Поттером это философский камень. Десятое. Возвращение. Наш главный герой возвращается в привычную для него среду. Одиннадцатое. Последнее испытание. Дело все в том, что мы не можем просто героя нашего вернуть в привычную среду. И на этом поставить точку. Мы должны ему дать какое-то последнее испытание. Часто в фильмах или мультфильмах можно увидеть, что главный злодей не умер, а наоборот выжил и дает последний бой. Но тут в данной ситуации случай с Гарри Поттером достаточно лайтово. Объявляют результаты конкурса и кто именно в итоге победил. Конечно, сначала сообщают то, что Гриффиндор проиграл, но потом там накидывают еще дополнительные баллы. И в итоге Гриффиндор побеждает. И это как раз и является такой специфичным лайтовым, но дополнительным и заключительным испытанием для нашего героя. Ну и в 12 части. Новая жизнь. Наш герой преодолел очень большой путь, после чего поменялся, стал лучше и обрел новую жизнь. И с новыми навыками может жить теперь иначе. Способ номер два. Круг по Хармону. Этот круг придуман Дэном Харманом, одного из создателей Рика и Морти и сериала «Сообщество». Конечно же, он также основан на идее Монамифа. Давайте его с вами разберем. Всего он состоит из восьми пунктов, где наш герой находится в зоне комфорта, потом появляется желание или проблема, он попадает в незнакомую ситуацию, адаптация к ней, получает то, что ему нужно, платит за это высокую цену, затем возвращается в зону комфорта и меняется. Давайте этот пример разберем на одной из серий Рика и Морти. Нам показывают зону комфорта, а именно типичная ситуация и типичные приключения Рика и Морти. Второй пункт – желание или проблема. Мотивация для наших героев может быть как желание чего-то заполучить, так и проблема, то есть вызов какой-то, из-за которого наши герои могут преодолевать те или иные трудности. Тут в данной ситуации именно желание. Морти хочет сам выбирать приключения, в которые они будут отправляться. Третье. Они попадают в незнакомую ситуацию, а именно в дом великанов. Четвертое. Они адаптируются к незнакомой ситуации, то есть уже учатся прятаться и тому подобное. Пятое. Они получают то, что нужно, а именно побеждают великана. Шестое. Они платят за это очень высокую цену. На самом деле в Рик и Морти так часто происходит. Их желания, возможно, очень быстро достигаются. Большая часть мультфильма посвящена то, как они платят за это желание. Вот тут в данной ситуации их хватают полицейские, осуждают за то, что они одолели великана. Потом они спускаются уже с этого большого дома, опять же платят за это. И тут уже к Морти пристает какой-то неизвестный для него человек. Ну и, собственно, Морти расстраивается. Седьмое. Возвращаются в зону комфорта. После долгих приключений они возвращаются в ту среду, где они чувствуют себя в безопасности. И восьмое. Наш главный герой меняется. А именно Морти больше не хочет выбирать приключения. Это был круг по Дэну Хармону. Но давайте разберем еще и третий способ. Способ номер три. Теперь поговорим о методе, который предлагает нам Майкл Арнт. Он написал множество сценарий. И на основе этого предложил нам свой подход. Условно мы можем действия разбить на несколько частей. Первое. Представление главного героя. Нам нужно показать яркое емкость главного героя. Чтобы, исходя из его образа, мы могли предполагать его желания и потребности. Допустим, мы возьмем рыбака. Второе. Страсть и недостаток. Но из-за того, что мы понимаем, кто наш герой является, мы можем также понимать, какие у него могут быть страсти и недостатки. Например, у рыбака может быть страсть в то, что он любит ловить рыбу. И недостаток может исходить из этого. Допустим, наш рыбак настолько сильно увлекается рыбалкой, что от него отвернулись все его родственники. Третье. На гнетании. Наш рыбак настолько увлечен, что все деньги просаживает на то, чтобы он ловил рыбу. И у него заканчиваются деньги, ему приходит, допустим, первая повестка из банка о том, что его кредит на дом уже просрочен. Так. Четвертое. Будет являться шоком. Шок, конечно же, исходит из нагнетания. Как мы недавно узнали, у нашего рыбака просрочен кредит. И, собственно, шоком будет являться то, что у него отбирают дом. Пятое. Несправедливость. Это очень важная часть. Дело все в том, что в каждом из нас живет маленький-маленький ребенок. И мы очень ярко воспринимаем несправедливость. Поэтому несправедливостью в данной ситуации у этого рыбака может являться то, что у него отняли дом, и его родственники с ним полностью поссорились. От него, например, ушла жена и так далее. Шестое. Развилка или выбор. Допустим, у нашего главного героя теперь появляется такой специфичный выбор. Он либо может просто бросить и все свои снасти продать и выкупить дом, к нему вернется его семья. Либо он находит решение, например, какой-нибудь великий конкурс рыболовов. Либо, наоборот, становится специалистом по рыб и спасает рыб. И в итоге, вместо того, чтобы все просто вернуть на свои круги, он отправляет в какое-то путешествие. Седьмое. Он должен совершить как раз глупый выбор. А именно, вместо того, чтобы просто выкупить дом, он отправляется в это самое путешествие. Ну и восьмое, конечно, будет являться сам путь. Сам путь для нас может быть абсолютно разный. Разными путями наш главный герой может достичь успеха. Это уже на ваше усмотрение. Девятое. Достигает цели. Наш герой в итоге достигает цели. А в случае с рыбаком он в итоге с помощью своих рыбацких навыков получает достаточно нужное количество денег и выкупает опять дом. И десятое. Избавление от недостатков. И наш рыбак осознает свою ошибку, то, что он мало времени уделял, допустим, семье или еще чего-то и исправляет себя. Этот способ достаточно простой и, в принципе, и всем понятный. Я надеюсь, смог вам объяснить три самых элементарных способа, с помощью которых можно написать сценарий. На самом деле я рассказывал лишь только 30% от всего того, с чем можно работать. Но если вам очень интересно, можете писать в комментариях и я в дальнейшем напишу еще больше способов. Только наберется нужное количество просмотров и нужное количество лайков. Как вы могли уже заметить, мой канал на ютубе это не просто канал, а можно сказать что-то вроде проекта. Но, конечно же, для развития такого проекта нужно очень много ресурсов. Я очень много времени трачу на создание каждого видео. Ну а, как вы понимаете, время это невозобновляемый ресурс. Но и вместе с ним я и трачу также и свои деньги. Поэтому, если у вас есть возможность, будет замечательно, если вы сможете поддержать меня, например, на Патреоне. Один доллар в месяц это не такая уж большая сумма. Эта сумма равносильно двум-трем проездам на общественном транспорте. Так что эту финансовую нагрузку вы даже не заметите. Ну либо же вы можете просто разом мне задонатить с помощью Яндекс денег, либо же Donation Alert. Ну а на этом все. И спасибо большое за поддержку. Я очень благодарю свою аудиторию за то, что вы мне помогаете и пишете комментарии. Мне это очень помогает и мне это очень приятно. Спасибо большое. Всем всего хорошего.